Вести Карачаева, Черкесия Глава Карачаева, Черкесии Рашид Темрезов принял участие в заседании координационного совещания по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечия правопорядка, которое провел полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко. В мероприятии приняли участие и главы субъектов округа, а также руководители окружных силовых ведомств. Рассмотрены вопросы, связанные с ходом реализации основ государственной пограничной политики Российской Федерации в приграничных субъектах округа, а также организации деятельности правоохранительных органов и органов исполнительной власти по противодействию диверсионно-террористической и экстремистской деятельности на территории Северокавказского федерального округа. Отмечено, что с учетом санкционного давления недружественных стран в сфере внешнеэкономической деятельности в разы увеличилась нагрузка на пункты пропуска Северокавказского региона. Руководителю региона представили нового генерального директора компании «Газпром Межрегион Газ Черкеск» и акционерного общества «Газпром Газораспределения Черкеск» Олега Дергачева, назначенного на эту должность решением Совета директоров компании. Олег Леонтьевич имеет высшее профильное образование, большой опыт работы в компаниях нефтегазового комплекса, последние несколько лет работал в должности советника генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром СПГ Технологии Санкт-Петербурга». Карачаево-Черкесия находится в числе лидеров субъектов страны по объемам исполненных договоров до границ домовладений почти 80% от количества принятых заявок. В настоящий момент принято 2832 заявки на подведение газа до границ домовладений в уже газифицированных населенных пунктах республики и 2122 исполнено до границ участка. Количество заключенных договоров уже составляет 97% от принятых заявок. В итоговый план график домовладений, подлежащих до газификации по всей территории региона, вошло 79 населенных пунктов, в которых 5630 домовладений подлежат газификации до конца этого года. Напомним, что подать заявку на подключение можно через МФЦ и службу единого окна газораспределительной организации, такие дистанционно, через портал госуслуг или на сайте единого оператора газификации России. Очередной гуманитарный груз отправился из Черкеска на Донбасс. Оригинальные органы власти, бизнесмены, депутаты и простые жители республики объединились в стремлении поддержать участников специальной военной операции. В этот раз отправлено 94 тонны груза. За всеми организационными моментами наблюдали член Совета Федерации России Ахмад Салпагаров и председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов. Все, что мы сейчас отправляем, гуманитарная помощь, она по поручению главы республики Карачаево-Черкесской Рашидовича Тимиризова. Это гуманитарная помощь, в первую очередь, это нашим мобилизованным ребятам в зону специальной военной операции. Наше внимание и поддержка очень нужна им, поэтому она будет продолжаться и увеличиваться. В общем, все, надеемся, все они вернутся живыми здоровыми. Победим, однозначно победим. Еще не было в истории такого, чтобы Россия не победила. Тем более мы за правду, мы за наших людей. Это же и президент везде говорит, в первую очередь мы заступили за наших людей. Мы не могли по-другому, не могли остаться в стороне. В этом, наверное, и суть нашей российской ментальности. Жители республики могут получить бесплатную консультацию по частичной мобилизации в Государственном региональном юридическом бюро, обратившись по номеру горячей линии 122 или непосредственно в юрбюро по адресу Черкес, Красноармейская, 33, или же по номеру 8-878-2-28-00-56. Напомним, Республиканское государственное юридическое бюро оказывает бесплатную юридическую помощь на территории Карачао-Чикеси с 1 июня 2013 года. По другим юридическим вопросам в бюро могут обратиться граждане определенной категории. Это граждане среднедушевой доходы, семей которых ниже величины прожиточного минимума, одинокопроживающие граждане, доходы которых также ниже величины прожиточного минимума, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны Великой Отечественной войны и другие. Федеральная служба судебных приставов временно прекращает исполнительные производства в отношении россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Заявления о приостановлении исполнительных производств мобилизованные граждане могут подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. Для решения этой задачи туда направят судебных приставов. Заявления также могут написать близкие родственники должника. Речь идет об исполнительных производствах всех категорий без исключений. На фоне объявления частичной мобилизации в России вопрос об обучении военной подготовке россиян встал как никогда остро. Речь не только о тех, кто попал в списки мобилизованных, но не имеет боевого опыта, но и о тех, кто вызывается на фронт добровольцем. Поэтому жители нашей многонациональной страны вновь самоорганизуются для помощи друг другу в трудную минуту. Так, во многих субъектах России запустили программу начальной военной подготовки НВП для всех желающих, чтобы подготовить добровольцев и потенциально мобилизуемых. Обучение для всех желающих абсолютно бесплатное. Буквально за считанные дни новичков обучают азам тактики военных действий, огневой подготовки, ну и, что немаловажно, военной медицины. Бесплатные курсы по начальной военной подготовке организованы и в Черкесске на базе спортивного клуба «Калибри». В первую очередь они ориентированы на тех, кто хочет стать добровольцем и отправиться в зону проведения специальной военной операции. Однако занятия по парамедицине пригодятся всем, ведь от чрезвычайных ситуаций никто не застрахован. Несмотря на то, что курсы в основном были рассчитаны на категорию добровольцев, они оказались востребованы для людей самых различных профессий, причем как мужчин, так и женщин. Я думаю, эти курсы понадобятся в реальной жизни, в действительности. Сегодня у нас страна находится в таком положении, что СВО, многие наши ребята уехали. В мирной жизни мы, те, кто здесь пока находимся, мы должны знать какие-то азы, чтобы оказывать первую медицинскую помощь. Ну и по тактике, потому что это все забывается со временем. Думаю, это очень хорошие курсы. 14 октября в Черкесске пройдет инвестиционная сессия для начинающих предпринимателей от Росмолодежи Бизнес. Проект позволит снизить уровень безработицы и даст молодому поколению возможность начать построение успешного будущего уже сейчас. Экспертами выступят представители бизнеса объединения региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса и профессиональные инвесторы. После выступления все участники получат обратную связь, а самые перспективные – инвестиции на реализацию идеи. Новое современное кардиологическое оборудование получила Зеленчугская центральная районная больница в подарок от российского предпринимателя Дмитрия Помпянского в честь столетия Карачаева-Черкесии. В частности, в больнице появился современный передвижной рентгенологический цифровой комплекс производства Германии. Аппарат незаменим при получении качественных цифровых рентген-изображений в медицинских учреждениях. Помимо этого, больница получила новый электрокардиограф 3-6-12-канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режиме и систему персонального дистанционного мониторирования пациента с кардиорегистратором. Это портативный кардиограф размером с мобильный телефон. Обустроенные пляжные зоны появятся у водных объектов разных населенных пунктов Карачаева-Черкесии, в том числе в поселке Нижний Архыз, ауле Нижняя Тиберда, у Софийской поляны и у озера Каракёль. Благоустройство пляжных зон стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России и получении финансовой поддержки на развитие туристической отрасли. Напомним, Карачаева-Черкесия вошла в число 21 региона-победителя первого этапа конкурса на грантовую поддержку проектов, направленных на развитие внутреннего туризма. Так, туристическая отрасль республики в этом году получила господдержку от правительства России в размере более 342 миллионов рублей. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 21 октября в Карачаево-Черкесии пройдет всероссийская акция «Сохраним лес», в рамках которой будет высажено 7 тысяч саженцев глена, бука, дуба, березы и ясеня на площади более 10 гектаров. Мероприятия пройдут на территории ряда муниципалитетов. Желающие принять участие в масштабной акции могут зайти на официальный сайт сохранимлес.рф, где размещена карта с информацией о локациях и подать заявку на участие. В ней примут участие лесничество, муниципальное образование республики, представители органов власти, волонтерские и общественные объединения. «Сохраним лес» – ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов. Впервые ее провели в 2019 году. За три года участники высадили более 150 миллионов деревьев. Экологическая инициатива стала главным лесным проектом в России. Акции реализуются в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В рамках ежегодной акции за четыре года в Карачао-Черкесии было высажено более 10 тысяч саженцев различных пород деревьев. Среди российских регионов Карачао-Черкесия в числе лидеров по числу школьников, прошедших урок цифры по применению искусственного интеллекта для создания стартапа. Урок прошли уже более миллиона школьников в России и 73 странах. Он стартовал в сентябре этого года и разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке молодежного акселератора Сбера и Сбер-Ай. Школьники познакомились с разными технологиями искусственного интеллекта, узнали, какие задачи они решают и попробовали себя в роли предпринимателя. Ну и последняя информация. В Карачао-Черкесии завершились всероссийские соревнования памяти мастера спорта России международного класса Аслана Кокаева по карате. Состязания проходили во Дворце спорта юбилейной Черкесской и собрали более 400 участников из 12 регионов страны. Сборная команда нашей республики показала впечатляющие результаты. Так наши спортсмены завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 23 бронзовых медали. Среди чемпионов Азамат Айбазов, Марат Айбазов, Кемал Лабжанидзе, Салих Семенов и Хизерчуков. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В горах местами плюс 5-10. В Черкесии без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. А столбик террометра поднимется до отметки плюс 17. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаева-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова